Субтитры делал DimaTorzok 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 В 19 веке ехали очень много И поэтому у них большая Украинец В голове не укладывается Вы украинец И как бы вот портрет Александра Первого То есть царя нашего Вот держите при себе Откуда вы взяли что я украинец Вы сами сказали что Ну а что в Харькове украинцы что живут Если большевики Если российские большевики В 1918 году Предали русский город Харьков Отдав его Украине Это по-вашему там все украинцы стали? Все правильно вы говорите Вот если честно Мне даже стыдно вам даже что-то ответить Почему? Потому что вы правы на 100% Ну так а зачем вы меня украинцам и позвали? Ну как бы Блин Я не знаю Просто привык Что Харьковчане Они считают себя Я извиняюсь перед вами Я еще раз перед вами извиняюсь Я не хочу с вами разговаривать Я просто извиняюсь перед вами Вы взрослее меня Умнее меня Ну я понял Хорошо Я принимаю изменения Ну а почему Можем мы дальше поговорить Ну о чем я буду с вами разговаривать С умным человеком тяжело разговаривать Мне нужны глупые и тупые А ну так вот Вы А говорите не блогер Обычно блогер ищет Какой я блогер А никакой я не блогер Честно с ним Нет ну хорошо Я как раз ищу блогеров Чтобы попасть на ютуб Ну не важно Ну я не блогер Я поэтому сливаюсь Понимаете Ну вы с ним Нет Можем Я не хочу ругаться с вами Понимаете Вот есть нормальные люди С которыми я просто заканчиваю разговор Для чего чтобы не слить А я вот А я вот Благодаря им Да Я зашел в чат рулетку То есть как бы Я Я сюда захожу не для того Чтобы в контент какой-то поймать Или там денег Или что-то Я просто А благодаря кому конкретно Кто вас Какой блогер вас не доволен Который Короче С Питера Дядька Он То ли полковник То ли не полковник Короче Ну Сила Кукушка Что-то там Сила в правде А Сила в правде Раньше Да Его Да Его Закрыли Канал Потом Да Вот Благодаря этому Дядьке У него Хороший умный Дядька Понятно Ладно Я тоже умный Дядька Заходи ко мне А то Не очень Я вижу Да Нет Я вообще Как бы Не любитель Вот этого Ютуба Всего остального Я захожу Сюда И вот Вчера выпил Короче Голова болит Сегодня Пим в копью Поговорить не с кем Жена со мной не разговаривает Она обиделась на меня Приходится вот разговаривать В чат-рулетке С кем попала Понятно Понятно Ну хорошо Ладно Ладно Давай Успехов тебе в поисках Всех благ Всего доброго То есть вы в принципе из Абхазии Да Родом нет А откуда родом Изнесек Питер Ну живете постоянно в Абхазии Да Или отдыхаете Ну уже на протяжении Восьми лета Ясно А вы откуда? Я из Харькова О чем здесь общаетесь Общаем Ну Научная тема Историческая Вы знаете историю? Знаю Могой железной дороги Могал футболь Понятно А вы о чем? А как приходится? Ну вы блогер Стример Или рэблер Я не тот и не другой Ну ясно Я кинолог Ага Понятно Ну Сегодня на какие темы беседуете? Может у вас вопросы интересные есть? Ну вы знаете В последнее время Я тут нечастый гость Вот В последнее время То что меня делают Мне посылают нахуй Ну Тут много неадекватов Ну вот тогда вам К вопросу К вам Как к кинологу Вот Сколько пород собак Способных Идти по следу То есть Вот К сердцевой деятельности Вы имеете ввиду Ищейка? Да Работать Абсолютно все Все? Если их направили Научить А почему-то Учить только Овчарок Насколько я знаю Да? Почему? Нет Не только Овчарка Лабрадор Спаниель Кто еще может быть? Если это какая-то Заснеженная территория Это может быть Синбернар Спасательная организация Да? Она же там все равно По поиску работает Я не знаю Кто еще может быть Если мы берем В охотничьей сфере Это Дредхард Як-Терьер Джек Рассел Да многие Ну сколько фильмов Не смотришь Там в основном Овчарки Идут по следу А потому что Это принято Это уже клише Что если Какая-то Разыскная собака Это обязательно Овчарка Хотя вот Я знаю Виня Насколько я знаю Что в аэропортах На наркотики Проверяют Отнюдь не овчарки Вот эти вот Лабрадоры Да Или терьеры По-моему даже Мелкие собаки Я вам знаете Как скажу В других странах Даже Дворняшки Могут служить Понятно Ну хорошо Спасибо за информацию Может у вас Такие вопросы Ко мне есть Да нет У меня Ко мне нет вопросов Вы не ругаетесь И слава Богу Так а вы У вас вопросы то есть Только к чему Кто ругается что ли Ну когда Вот без обид Без сего Когда мне человек Говорит Слава Украине И начинает со мной Аля он историк Вот в этот момент У меня очень большие Вопросы возникают Какие Например Ну например Как вы считаете Когда человек Называет себя Патриотом Вот он орет Он бьет там В грудь Я патриот Он должен знать Историю своей страны Должен Должен Ну хотя В принципе И не обязан Но крайне Желательно Ему знать Вот когда я Задаю один вопрос После этого вопроса Почему-то Многие падают В ступор Ну интересно А вопрос Очень А вопрос Очень простой Первый президент Украины Я могу ответить Если желаете Ну давайте Если хотите Если С таким названием Кравчук А вообще Грушевский Грушевский не был Президентом Ну я же Говорил Я же специально Подчеркнул Что именно Даже в УНР Даже в УНР Не был президентом Ну да Ну значит Кравчук В УНР Он был Основатель партии Я не спорю Ну да Ну я Кравчук Ответ мой Тогда Кравчук Поэтому я и говорю Что как бы История Она такая И утверждать Полностью Что ты ее знаешь Наверное Неправильно Ну А историю СССР Хорошо знаете Какой год С какого по какое Давайте начнем с этого Ну Скажем вот Кто был Лидером СССР После смерти Сталина После смерти Сталина Да Но если считать Как все говорят А-ля Хрущев То это не так Совершенно верно Это не так А кто Я фамилию забыл Честно Маленков Точно Ему Сталин напрямую Завещал власть Ибо дал ему Читать Они же тогда Подписывали По поводу Крыма Большой Отчетный доклад Да Ну Маленков лично Не подписывал Это подписывали Маленков был Лидером СССР В должности Предсовмина А подписывали Предоверховных советов Ворошилов Ворошилов И предоверховных советов СССР И УССР Вы знаете Вот для меня Что самое интересное Опять же Не в обиду Это ни в коем случае Не провокация При передаче Крыма В 54-м году Была передана Только Крымская область Ну Совершенно Города Севастополя Там не было Севастополя Не было Да Как в 1978-м году Он оказался В составе Украины В СССР До меня Вот до сих пор Непонятно Ну Называется Тихой Цапой Украли Ну вот Украина Это вообще Я ее называю Гнойная отрыжка Коммунистического режима Это с 91-го А до 91-го Она была не лучше В виде УССР Так а в 91-м Переразвале Советского Союза Как Крым Якобы Мирным путем Попал Обратно в Украину Ну что Ну а Как пойти обратно И обратно Как он остался В Украине Ну наверное Потому что Он был в СССР Он не остался В Украине Изначально Ну я понимаю На что вы Навекаете Были Были там Поправки Значит И законы По Референд По В случае Выхода Республики Как бы Об отдельных Референдов Автономных Республик Я в курсе Россия Это Правильный шаг Российского Руководства В 14-м году А я Почему Я спрашиваю Потому что Вы из Абхазии А я считаю Как раз Оптимальным Был абхазский Вариант То есть Отжатие Украины Признать Независимость Заключить Военный Союз И тем И тем Бы Россия Достигла Тех же Целей По защите Флота Каких Она Достигла В итоге Но Не Я сейчас Это скажу Но не было бы Санкций Потому что Санкции Были Внесены Как я Понимаю За эксцесс Косовского Прецедента Восьмом Году С Абхазии С Чужой Осетей Не было Эксесс Не было Присоединения Поэтому Не было Санкций А в 14 Году Был Эксесс То есть Вы знаете Я сейчас Доскажу Россия В восьмом Году Действовала Филигранно Очень Четко И Только Повторила Косовский Прецедент Не допустив Эксесс Но ведь Косово Только признала Одна страна Сейчас Косово Признали По-моему Около 90 стран Так Изначально Только Одна Изначально Одна Англия Только Есть Одно Я думаю Что и Албания Все-таки Признала Довольно Быстро Албания Двоякая Ситуация Они Очень Долго Колебались Ну я Нет Но я Понимаю Что К сожалению В этом Отношении Международное Право Довольно Инертно В качестве Признания Новых Держав Вы знаете Я вам Скажу Как Вот Вообще В принципе Международное Право Это Такая Сволочь Которая Работает В Одностороннем Порядке Ну Понятно Это Международное Право Это Система Так Кстати Совокупности Неких Международных Договоров Договоров И Совокупности Фактов Их Нарушений Как Правильно Вот Вот Смотрите это назвать не войной потому что если бы действительно была бы война по факту сейчас бы в украине не было бы ни интернета не отопление не водоснабжения ничего я знаю это версия своему искал что это те терминологические гана яйца выгибы стоит война военная операция это принципе одно и то же если вы пишете статью и вам платит за количество букв вы напишите военная операция если вам нужно сказать быстро у вас ограниченное время вы скажете война ну например это же одно и то же а то что вы говорите не было бы так это это глубина воздействия и глубина так сказать противостояния война может быть и light война что вообще ничего не разрушается хорошо 2014 года как вы считаете война граждан гражданская война да ну как статью в этого гражданской войны есть две характеристики это субъектная по субъектной безусловно гражданская война потому что признак гражданской войны это должны быть по обе стороны большинство то есть 50 процентов плюс воевать либо граждане одного государства либо так сказать люди одного этноса большинство как допустим в между красными и белыми до в бывшей российской империи вроде не было граждан одного государства но были большинство русские там и там и за красных и за белых тем более то есть либо то либо то это субъектной конечно гражданская война поскольку даже по данным обеих сторон большинство были по этнические украинцы там со стороны вы с рождения живете украине да с рождения со стороны днр там было семьдесят три процента со стороны высушников было там 99 допустим процентов или там 95 а вот вторая сторона это диспозиционная тут нельзя назвать гражданская война была за независимость там или за автономию потому что диспозиционная точка зрения гражданская война когда обе стороны стараются победив иметь контроль над над всей спорной территории каждая каждая сторона как допустим белый и красный до красные желали над как можно больше территории российской империи бывшие белые то же самое а здесь донбасс и он же не желает разные там киевы виниться захватывать он просто с 14 года воевал за свою независимость или автономии даже диспозиционной точки зрения это не гражданская война война за независимость а вот субъектный повторяю это гражданская война а скажите мне пожалуйста вы голосовали за турчинова звучи на вообще никто не голосовал откуда-то из голосования вообще не было не было он же не был президентом он был исполняющим обязанности за с а как может быть исполняемщие обязанности политик 8 созыва а где гражданин арбузов почему его не было ну должен быть гражданин арбузов его убрали как говорится или заставили уйти ну то есть как бы вот лично мое мнение что вся эта каша началась именно с него с турчинова но начало то если тогда но принципе сип не началась а то тоже бы то то же самое было мог например например как как вы относитесь допустим к присоединению запорожской и херсонской областей пакете по конституции к россии то есть в конституцию несли нормально нормально я вот отношусь как говорится даже можно сказать негативно почему потому что вот не считая крыма в пяти регионах было русское государство администрация значит частично где больше где меньше это днр и лнр но это без вариантов у них был у них до начала военных действий был заключен союз а вот три области находились на равном на равных на равном положении херсонская запорожская харьковская так к сожалению в харьковской области российские войска потерпели поражение в октябре но все равно харьковской области 12 процентов осталось под россией но харьковская область вышвыривает из этого списка а запорожская область включают вот это я считаю возмутительно либо три области включая либо ни одной но вы знаете я вам скажу как не этот не львов и львовского область не харьковская область изначально у ссср даже не принадлежали ну я знаю и нет изначально у ссср они к сожалению львовская не принадлежала она была в австро венгрии там в польше она с тридцать девятого года ставит дождите разве как харьковскую область не ходила харьковская область к сожалению включили в украину ленина троцкий по обрезкова мира рано как и я просто не помню считалось ли харьковской область при империи я был сходя по при империи не было украиной ленин и троцкий сделали украиной 3 марта 1918 года по брестскому миру так вот я к чему говорю что я продолжу мысль то есть теперь вот для многих значит ну сторонников сказать россии херсон свой они гаги херсон наша харьков же не наш хотя херсон это самый не пророссийский город юго-востока украины а харьков до четырнадцатого года именно харьков они донецкий луганск был локомотивом борьбы за русский мир это только с четырнадцатого года стал донецк луганск потому что три области были ребенки ребенки вы то есть там были протесты одинаково да но аваков все силы бросил на подавление именно харькова поскольку у него в харькове бизнесе у нас сам из харькова аваков это и о министр мвд если вы слышали я слышал о нем но я право на донецк и луганск он ничего не бросил у них было время подготовиться и против них уже пошел турчинов ссвсу а харьков был подавлен всеми силами полицейскими с помощью авакова а до четырнадцатого года вот я повторяю именно харьков они донецк и луганск был локомотивом борьбы за русский мир в качестве доказательства я вам приведу в пятом году когда ющенко ющенко знаете такого пришел к власти он начал давить на генерального прокурора тот на областных чтобы те опротестовывали статус русского языка как регионального города и донецк и луганск прогнулись под ющенко и аннулировали решение гурсоветов и восстановили русский лишь при с приходом януковича в десятом году вопрос еще сейчас я расскажу а харьковский апелляционный суд оказался более профессиональным и порядочным он отклонился по все протесты генерального прокурора и всю каденцию ющенко русский язык был региональным в городе харьков официально да что вы хотели стою а вот я знаю что допустим вот какие-то период событий в скажем так документация и документообороте были запрещен русский язык писалось только на украинском потом при януковича это вернулось это кто именно отменял вот генеральный прокурор протестами отменял в донецке и луганске отменили адрес это он был до с подачи генерального прокурора а тот на него давил ющенко в харькове не отменяли в харькове русский язык оставался региональным и суды были на русском языке спрашивали документы оборотов в документ оборот если фирма она не только областная если она переписывается с какой-то другой областью было наверно на украинском я думаю нет я имею ввиду постановление судебное решение вот это все судебное решение спрашивали на участников процесса по дефолту было на украинском мы спрашивали вам нужно на русском нужно значит ему да и мы подготовили ли копию на русском ну как правило все горели что нужно это так а как вы считаете самый наверное правильный президент украине кто был да не было там правильных самый мир короче самый адекватный я бы сказал так наименее неправильный был кучма кучма а гордон же говорил что он чуть ли не преступник украине ну мало что гордон говорил его обвиняли в убийстве гангадзе но это что только обвинение так и остались в мнении гордон юридический безграмотный нельзя человека назвать преступником пока вина не докажена пока не пока не вы пока не вынесено не вынесено обвинительный приговор более того пока обвинительный приговор если тот тот тут точно юридически говорить не вступил в законную силу нельзя человека объявлять преступника но вы знаете вот я побывала заливаем обвиняемом можно до что я вот был в испании я живу там три года и вот меня их правовая система она реально прошу вела почему вела шок там до начала процесса слушать или обвиняем обвиняем могут обвинения здоровались заключенным и когда их спросил человек корреспондент типа он же преступник нашла чем с назаройтесь он ему сказал что пока я не докажу что он действительно совершил данное деяние он просто арестованный но не преступник это это общая теория призомца невиновности которые и тут я просто внутри она хрене рук который имеет место в уголовном праве быть ладно спасибо большое за дороже общение одну одну секундочку вы осмотрят куда вы из харькова Хороший русский город. Безусловно. Что там? Что там? Что там? Что там не объявили? Эвакуацию или как это называется? Ну, надеюсь, что он будет освобожден от 102-летней Украинской оккупации наконец-то. Большевики, российские большевики Ленина и Троцкий предали русский город Халькер 3 марта 1918 года, если вы в курсе. Отдав УНР. Как вы к этому относитесь? Осуждаете? УНР? Они не создавали это. Уже УНР уже существовало. Они легитимизировали ЛНР и отдали ей исконно русской территории. Я знаю. Ну вот. Как вы относитесь к произведению Крыма в четырнадцатом году? Нормуль. Крым это исконно русская территория? Да, считается исконно. Что считается? Считается она как раз неисконно русский. Россия отвоевала Крым в 1783 году. Если бы вы знали историю, вы бы знали. А до этого Крым был османской империей, а до того вообще греческий. А вот Донбасс и Халькер это исконно русские территории, которые большевики предали в 18-м году. Отдав, повторяю, УНР. Предали. Как они предали. Не предали. Оно создавалось новое государство под названием Советский Союз. Ну вот, я же говорю, вот эту историю нужно знать. Оно в 22-м создавалось. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого. И вообще во всем мире яйца в мире меряются. В килограммах они штука. Вы что издеваетесь что ли? У нас в килограммах измеряет. Вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. И все равно. Разные. И цена разная. У белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, если взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Наверно зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Сократия помойки диктует морду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Это факт. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австрове, Венгрии. Так это не дунающих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. И по Конституции. Еще раз заявляю. Власть Горьковской области четвертая и сильная. Но не позволят никого учитывать жизнь. Я заверяю вас. Горьковской области не будет ни с Невской. Субтитры создавал DimaTorzok